Непривычная для среднего положения апрельская жара и последующие осадки спровоцировали быстрый рост травы и сподвигли сотрудников профильных муниципальных предприятий и подрядчиков начать работу по покосу немного раньше обычного. По нормативам траву начинают срезать специальными триммерами и газонокосилками, когда ее высота достигает 15-20 сантиметров, возле дорог, на бульварах, в скверах, парках, на набережной и других общественных пространствах. На площади около 700 гектаров трудится порядка 30 бригад. Покосом травы со второй декады мая займутся и внутригородские районы. Здесь предстоит привести в порядок площадь в 1700 гектаров. В Кировском районе Самары работа вдоль уличной дорожной сети уже в активной фазе. Покос у нас начался. Начался он в конце апреля. В первоочередном порядке прокашиваем все центральные улицы. Это улица Побегов, проспект Кирова, проспект Анталургов. С момента начала покоса было скошено 4 гектара травы. Все сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, включая средства защиты для глаз. Соблюдению техники безопасности уделяется повышенное внимание. Обычно за теплый сезон срезать траву приходится до 4-6 раз. Покос осуществляется только днем, чтобы поздно вечером, ночью или в самые ранние утренние часы работающая техника не создавала неудобств жителям областного центра. Кратность покосов зависит от скорости роста травы. При значительной влажности рост ускоряется, а значит увеличивается количество покосов. Если нет дождей, обычно хватает недели на 3. Если идут дожди, то обычно полторы недели трава опять поднимается и приходится коситься. В зависимости от погодных условий количество покосов меняется. После покоса высота травы не должна превышать 3-5 сантиметров. После основных работ идет подбор. Траву сгребают в кучи, складывают в мешки и утрамбовывают для удобной перевозки и дальнейшей утилизации на полигонах. Удаление сорной аллергенной травы происходит только вручную. Такие растения нужно выдергивать с корнем. Правда, это станет актуально ближе к лету, когда начнет всходить амброзия. Этот сорняк в числе наиболее аллергенных, поэтому ликвидировать его необходимо еще до цветения. Сезонный уход за газонами и другими городскими территориями необходим и для обеспечения безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.